Всем привет-привет! Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, гости моего канала в преддверии кануна новогодних праздников. Все наверняка ищут какие-то новые интересные рецепты. Я увидела рецепт салата снежный. В общем-то, ингредиенты все достаточно простые. И решила попробовать его приготовить. Так как готовить именно сразу на новогодний стол, вдруг салат мне не понравится. Ну, или что-то может пойти не так. В общем, это, можно сказать, предновогодняя репетиция. Заодно, приготовив, попробуем, и я решу, буду ли я его готовить. Значит, итак, что мне понадобится? Продукты, ингредиенты достаточно простые и в небольшом количестве. Это печень трески. Я ее размяла, уже подготовила. В общем-то, вот такая печень. Трески натуральные. Далее, пара маринованных огурчиков. Отварная тертая морковь. Также отварной в мундире тертый картофель. Два яйца. Именно два по рецепту сказанных картофелин. У меня там, кстати, две. И также тертый плавленый сырок. И измельченный чеснок. Ну и, соответственно, майонез. Сегодня у меня будет вот такой. Салат рекомендую укладывать через форму, через круг. Ну, у меня, к сожалению, нет таких формы. Поэтому я буду готовить сразу в этой емкости. Итак, значит, первым слоем идет картофель. Ну, две картофелины, хотя это достаточно много. Наверное, для такой емкости. Хотя, посмотрим, в общем. Это первый опыт. Посмотрим, что получится. В общем-то, первым слоем картофель. И сейчас мы его сдобрим майонезом. Итак, это первый слой. Вторым слоем идет печень трески. Честно говоря, так я ее не очень полюбливаю. А в салате прям самое то, мне кажется, будет. Значит, печень трески. Ее мы тоже немного приправим майонезом. Совсем чуть-чуть. Потому что она достаточно жирная сама по себе. В общем, очень много масла было в банке. Я большую часть вылила, а тут как получилось. В общем-то, достаточно такая жидкая субстанция. Далее, после печени трески у нас идут яйца. Яйца измельчала в своей яйцерезке из фикс прайса. Очень удобно. Яйца я уже покрывать майонезом не буду. Потому что достаточно тонкий слой. И считаю, что яиц все-таки можно было бы, наверное, немного больше положить. Следующим слоем у нас идут огурчики. Можно, наверное, соленые. Но у меня только маринованные. И то, как говорит одна девушка, магазинские. Так, сейчас... Такая неаккуратная. Так, значит, огурчики. И их мы сдобрим майонезом. И последний слой. Это у нас морковь. Ой, то есть не последний, а предпоследний. Морковь мы тоже припудрим майонезом. Морковь я брала одну большую. Для вот этой порции. В общем-то, по ингредиентам все прям как раз в эту емкость. И последний слой у нас идёт сыр и чеснок. Сейчас я перемешаю. Чеснока, сыр у меня немножко вот так вот склеился. Но я думаю, это не страшно. Тем более, это первый опыт, скажем так. В общем-то, я и так понимаю, из-за этого верхнего слоя этот салат получил название «Снежный». Вот так он выглядит в разрезе. Вот, в общем-то, немного постоит, будем пробовать. Потом обязательно напишу, вкусный салат или нет, понравился мне или нет. Всем пока-пока. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада. Добавьтесь. Продолжение следует...